Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в руках. Следующая болезнь коленного сустава. Многие задают вопрос, ну при чем здесь меридиан тонкого кишечника к коленному суставу? Здесь коленный сустав, хотя меридиан проходит по верхним конечностям. Но так как мы знаем, что восток дело тонкое, и мудрость востока заключается в том, что верхние конечности это зеркальное отражение нижних конечностей. Нижние конечности это зеркальное отражение состояния верхних конечностей. Вот так вот все просто. То есть если у человека меридиан тонкого кишечника не выполняет свою функцию, он слабый, вялый, либо наоборот воспален, он походит по локтевому суставу. Локтевой сустав есть отражение коленного сустава человека. Кто-то это посчитает, скажем так, за глупость, неразумность. Кто-то скажет, ну это же с области фантастики. Уважаемый зритель, помните одну маленькую, скажем так, истину прописную на Востоке. Восток не лечит те или иные болезни коленного сустава. Он восстанавливает все 12 меридианов в норме и содержит эти 12 меридианов в норме. Чем дольше вы содержите эти меридианы, тем это благоприятно отражается на вашем здоровье и состоянии всего организма в целом. И только помогая друг другу, органы что? Питают друг друга, снабжают кровью, обмениваются энергией. То же самое наши с вами члены тела. То же самое верхние конечности помогают нижним, нижние конечности помогают верхним. Идет циркуляция энергии ЦИ, жизненной этого потенциала. И если этот жизненный потенциал слабый, его нужно укрепить. Если он воспаленный, его нужно убрать. Потому что если положено допустим в трехлитровой кастрюле быть 3 литра, а мы пытаемся туда залить 4, то это уже будет ненормально. Если допустим должно быть 3 литра энергии в организме человека, а в ней всего лишь 1 литра, то 2 литра не хватает. И человек чувствует этот недостаток энергии, из-за которого страдает весь организм в целом. Потому данная точка IG2 ЦИ, помогает при всеразличных проявлениях болезней, боли, заболеваниях калерного сустава. Но если мы учитываем состояние всех 12 меридианов. Ключевое слово, если мы учитываем состояние всех 12 меридианов. Если они слабые, мы их восстанавливаем, и данная точка нам в помощь для восстановления этих меридианов. Если меридианы воспалены, данную точку расслабляем, расслабляются все 12 меридианов. И уязвимое место, например, которое ударило в коленный сустав тем или иным заболеванием, что становится легким. Данная болезнь проходит, потому что она именно этой избыточной энергией, либо недостаточной, ударила в коленный сустав. Спасибо за внимание.